Про кочегарку Виктора Цоя под названием Камчатка мы рассказали в предыдущей серии рассказов о нашем путешествии по питерским рок-местам. Теперь расскажем про вторую питерскую рок-достопримечательность. Это рок-крепость, настоящий питерский бастион рок-музыки, рокерский магазин Castle Rock. Магазин, как и все, что связано с роком в Питере, находится на Лиговском проспекте в старом доме под номером 47 и входом со двора. Весь окружающий антураж на подходе к подвалу представляет собой печальное зрелище. В этом проявляется отношение к рок-музыке в нашей стране. Вроде полстраны выросло на рок-музыке, кого не спроси, все любят рок-музыку и презирают попсу, а на деле все совсем наоборот. Облезший дом, облезший двор. Идем в следующее место рокерской питерской славы. Магазин Castle Rock. Нас испугали, что это самый крутой магазин. А еще я знаю, что нам еще и концерты раньше давали, разные музыканты наши, рокеры питерские. Поэтому пойдемте глянем и что-нибудь купим обязательно на память. Видите, какие красавчики на стенах. Квинчев. И Кит Флинт из The Prodigy. Король и шут. Красавчик, горшок. Мне чусон его всегда нравился. Запоминающийся. Пойдемте. Вот и этот, как сказали мне продавцы, самый крупный в Европе магазин рок-атрибутики находится в подвале. Вернее, в двух подвалах старого, не отремонтированного дома. Без нормальной вентиляции и освещения. Во дворе этого старейшего культового магазина на стенах соседних домов рисунки граффити Константина Кинчева из Алисы, Михаила Горшинева из Короля и Шута и Кита Флинта из The Prodigy. Говорят, что местные коммунальщики, проявляя комсомольскую бдительность, демонстрируют отношение властей к нашей русской рок-музыке и периодически закрашивают эти граффити. Но фанаты героически все это восстанавливают. В магазине представлена различная рокерская одежда, обувь, аксессуары, головные уборы, сумки, украшения, пирсинг, детали интерьера, сувениры, печатная продукция, CD, DVD, винил. Есть даже музыкальные инструменты, губные гармошки, недорогие гитары, комбики и различные музыкальные аксессуары, звукосниматели, бриджи, колки, каподастры, ремни и тому подобное. Выбор богатейший. Здесь есть все, кроме футболок с изображением знаменитого музыканта Юрой. В простонародье именуемого Юрием Юлиановичем Шевчуком из группы ДДТ, который запретил изображать себя на футболках. Ну что, прибарахлился. Группа всех времен и народов все-таки. Обожаю эту музыку. Первый из рока, что я услышал, это была, конечно, группа Цветы. А вторыми, кого я услышал, это были Битлз. Come Together. Сразу я услышал эту потрясающую вещь. Пойдем. Магазинчик-то развернулся за годы перестройки. Второй подвал открыли. Идемте смотреть туда. Там, говорят, хорошие очки продают. Я очки дома забыл, надо купить. Пойдем. Я приобрел себе, во-первых, очки кота Базилию. И теперь я буду похож на настоящего рокера. И еще очки с какими-то шипами для хэви-металлических или панковских приколов. Рассмешили они меня. Вот так, окей. И что, я похож теперь на человека? Давай, Мам, покой? Очень. На человека. Мне нравятся эти очки. Где тут зеркало? Маленькая вот здесь вот за моей рука. А большую в следующем зале. Прикупил два каких-то медальона с китайскими иероглифами, таящих в себе какой-то мудрый смысл. А рокеры ж любят всякую заумь. И поэтому многие покупают такие медальоны с иероглифами. И ездят к тибетским Далай-ламам узнавать, в чем же смысл жизни. А то не знают, мужики, где собака зарыта. Мучаются от непонимания этого мира. Даже наш великий БГ ездил подучиться уму-разуму. Видать, Ленинградского университета ему не хватило. Еще я купил себе бейсболку с надписью The Beatles и кожаную жилетку. А купил я все это потому, что убежден, каждый уважающий себя рокер должен иметь кожаную жилетку, очки кота Базилио и бейсболку с надписью The Beatles. Только очень несознательные и отсталые люди обзывают Битлз попсовой мальчуковой группой. Я таких в своей жизни видел немало. Но как может не нравиться Битлз человеку, любящемуся в рок-музыке? Битлз же это наше все, как Пушкин в нашей литературе. Оттуда мы все начинались, по крайней мере, мое поколение. На видном месте в магазине картина парафраза «Тайной вечери», на которой вместо апостолов сидят звезды рок-музыки. Джон Леннон, Джимми Хендрикс, Боб Марли, Фредди Меркьюри, сотоварищи, аки-апостолы. А по центру с неким намеком сидит король рок-н-ролла Элвис Пресли. Еще в магазине сделали такой небольшой музей в виде настенной экспозиции с вещами Михаила Горшенева, светлая ему память. Здесь есть и его знаменитый кожаный плащ, и куртка, и рубашка. Любили у нас в стране группу «Король и шут» и думаю в первую очередь даже не за музыку, а именно из-за харизматичности Михаила Горшенева. Даже мне его прическа нравилась. Вот такой есть в Питере самый крупный в Европе и самый старейший и культовый в нашей стране магазин рок-атрибутики. Считаю, что даже избалованный всякими изюминками любитель рок-музыки всегда здесь найдет себе что-либо по душе. Вот как, к примеру, будущий великий рок-музыкант Волощук С.Д. Ну вот, наконец-то я приобрел вид настоящего рокера. Пойдемте. Мужики, следующий клип я буду снимать вот в этих очках и вот в этой шляпе, чтобы порадовать вас. «Люди добрые, подсказали мне, в этот магазин сходил, прикупился, приоделся, на человека. Мужики, дайте сам шутку. Люди хорошие в Питере здесь подскажут, расскажут, оденут, наполят, накормят. Где приодеться рокеру с похмелья? Где обновить ему свой рокерский прикид? Где приобрести ему перстня до ожерелья и сделать вызывающим свой вид? Ответ один. Надо поехать в центр. На Лиговский проспект, дом 47. Там магазин есть. Это эпицентр рок-атрибутики, который знают все. Зовут тот магазин крепостью рока. По-аглицки звучит попроще. Кастл-рок. И есть там все. От устья до истока. Все, что придумал рокерский народ. Там даже Михаила Горшенева. Есть небольшой музей в одном углу. Знают поклонники сюда дорогу. И еле мясо мужики всегда поют. Все есть. Всегда. Но только нет футболок с изображением Юрия Шевчука. Не хочет он, что блик его высокий. Смотрел бы на него с футболок свысока. А так почти все есть. Рекомендую. Здесь есть что и купить, и посмотреть. И в том числе граффити, что рисуют поклонники на стенах во дворе. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории Ивана без цензуры Расскажет рокер Валащу Расскажет рокер Валащу